О налогах простым языком рассказали члены информационно-пропагандинской группы Департамента Госдоходов в Жалагашском районе. Одной из основных задач органов государственных доходов является информирование изменений и нововведения в налоговом и таможенном законодательстве. Члены информационно-пропагандинской группы Департамента Государственных доходов провели встречу с жителями Жалагашского района, в ходе которого была разъяснена эффективность мобильных приложений ЕСАЛАХ Азамат, ЕСАЛАХ Бизнес и ЕСАЛАХ ПОД и способы их использования. Также было упомянуто о внедрении трехкомпонентной интегрированной системы, о своевременной подаче налоговых деклараций и о всеобщее декларирование населения. Мы уже провели разъяснительные работы в Аральском, Казалинском и Кармакшинском районах, а сегодня мы приехали в Жалагашский район для того, чтобы объяснить жителям, как пользоваться мобильными приложениями, такими как ЕСАЛАХ Азамат, ЕСАЛАХ Бизнес и САЛАХ БОД. Приложение ЕСАЛАХ Азамат предназначен физическим лицам. В приложении можно платить налоги за недвижимость и машину, а приложение ЕСАЛАХ Бизнес удобно для предпринимателей. Также любые вопросы, не выходя из дома, можно задавать через приложение САЛАХ БОД. На сегодняшний день в районе зарегистрировано 2265 предпринимателей. 783 из них пользуются мобильным приложением ЕСАЛАХ Бизнес. Для владельцев бизнеса это приложение очень удобное. Я уже более 10 лет занимаюсь предпринимательством. Я зарегистрирована в приложении ЕСАЛАХ Бизнес. Им очень удобно пользоваться. Все налоги плачу через это приложение. Мне выгодно им пользоваться. Оплата идет без комиссий. И что особенно удобно, это то, что можно оплачивать, не выходя из дома. Сегодня провели мероприятие по разъяснению работ мобильных приложений. Можно сказать, что большинство жителей района пользуются электронными приложениями. В ходе мероприятия сыграли викторину. Тем, кто правильно ответил, были вручены специальные подарки.